Евгений Гитарный Здравствуйте Петрович, помогите советам Что делать? Меня постоянно психологически проблемы страшно становятся Всякие навязчивые мысли лезут То есть смотрите, откуда-то они идут Как с этим бороться? Я прошу особого внимания и подчеркиваю Навязчивые мысли, они возникают внутри или идут со стороны И как с этим бороться? Значит навязчивые, то есть они откуда-то имеются сторонний источник И так далее, я постоянно, я так понял, в телефоне играю Знаете, когда человек играет в компьютерные игры Это я на себе хорошо знаю Одно время я играл, днями, днями играл Потом вроде бы прекращал играть Какое-то время Потом думаю, да еще немножечко сыграю И опять это все начиналось Как бы сказать, вот это игромания И вот я отдал компьютер На котором записано Unreal Tournament Игра, стрелялка То есть знаете, как это я объяснял себе И даже мои близкие меня поддерживали Ну там папа мол, да, отвлекись Ничего страшного, ты сыграешь в эту игру Отвлекёйся и так далее Да, отвлечение хорошее Потому что ты постоянно работаешь с информацией И хочется нечто такого, чтобы ты просто, грубо говоря Смотрел куда-то, знаете, бездумно И тут какие-то действия Трах-бах-так-так-так-так и так далее Вот, но Эта, эта вещь Эта вещь, видите Превращается в то, что Начинает тебя засасывать И захватывать И ты становишься придатком Некого Навязываемого объекта То есть кто-то с той стороны Он питается Как я вам до этого рассказывал Значит, личность человека Представляет собой пятерку коней Колесницу Значит, поле Возницу И самого хозяина этой тачки И вот, оказывается Как только ум Ум Возница Не совладывает с чувствами А вам нравится стрельба Вам нравятся там какие-то эффекты и так далее И, грубо говоря Чувства туда только раз Они повлекли И вы начинаете свою жизненную энергию Качать Вот Через эту игру На источник того Который Вот вам хочет Грубо говоря Завладел каким-то вашим Конем То есть органом чувств Какая-то там Грубо говоря Сущность И через этого Значит Через этих Органных чувств Она Заставляет Вас Пережигать Свою энергию На это И вы так поиграли Поиграли Грубо говоря Несколько часов И потом Опомнились А что я делал А я ничего не сделал А какой-то я Высосанный И так далее То есть вот это Чужеродное Образование Сущность Как угодно Навязчивое То что вам Навязало А вы Не могли Насчет этого Как бы сказать Осознать Осознать Осознали Что это Навязчивое А вот Грубо говоря Подавить Это Вы не смогли То есть Навязать То что вам Надо Путем Самодисциплины Самоосознание И так далее То есть У вас должен быть Внутренний контролер То есть Тот Который Управляет Конями Вознится Да Он должен Их Отвернуть И сказать Так Харе Вот тут Пастись Вон дорога Надо туда ехать Видите Тут уже Надо проявлять Понятие И тут Надо уже Проявить Действительно Силу Воль Что А лучше Всего Объяснить Вы Просто Напросто Тратите Время И свою Жизненную Энергию На нечто Бесполезное Что вдобавок Еще тратит Вашу Энергию И вы Становитесь Придатком К этой Игре Приставке И так далее Зачем Вам это Надо Тем более Вот Евгений Гитарный Вы же на Гитаре Что там Дальше Вот В это Творчество Уйдите Если Вы Так Себя Назвали То есть Что-то Такое Полезное Сделайте Для себя Для людей Ну в первую очередь Грубо говоря Для себя Вот Вот этот Процесс Надо В уме Прокрутить Так Психологические Проблемы Страшно Становится Всякие Навязчивые Мысли Лезут Лезут Понимаете А вы не можете Их держать У вас нету Контроля Ну сразу Забегаю Вперед Скажу Вот они Полезли Эти мысли Навязчивые Там Страшные И так далее И так далее Кстати Очень много Мыслей Могут лезть От суициде Как это вообще Знаете Дикие мысли Кого-то там Вдарить Пырнуть ножом Грубо говоря Там еще что-то Знаете Вот такая вот Мутатень Лезет Вот существует Такая методика Я ее не раз уже Рассказывал Это красивые слова Вот эта вся Дрянь лезет А вы садитесь Берете У вас заранее Должны быть Выписаны Слова Слова Порождают мысли Которыми Вы себя Окружаете И вы начинаете Писать Следующее Писать Именно Потому что Все мыслительное Должно обрести Законченную Материальную форму Пишите Ну простой Я Хороший Человек Так раз Мысленно Представили Я хороший человек Далее Я Богатырь Только Опа Немножечко так Силой себя наполнили Я Успешен И так Немножечко Раз Какой-то успех Горбо говоря Притянули Вот Важно еще Почувствовать Не просто сказать Знаете Такое слово Я успешен У меня уже Как бы сказать Следующий уровень И я сразу Вот в какое-то Успешное состояние Вхожу И можете так Дальше мысли Я упорен В достижении Своей цели Я Целеустремлен Я Хороший Семьянин Я могу Творить И так далее И так далее И так далее Ну там у меня все это Выписаны Эти слова Вы можете Свои придумать Ну так знаете Чтоб этот процесс У вас Вот это написание Этих прекрасных слов Занимал где-то Минут Минут 15 От 10 до 20 минут Это то что надо Что поет Вот в результате Вот этого У меня родились И стихи Которые пришли И кстати Вот эти вот стишки Которые я вам читаю Вот эти вот Настрой Которые я вам Пою Ветерок играет Солнышко искрится Тучка по небу Медленно плывет Как хорошо Мне сейчас живется И душа отчасти Ликует И поет И душа отчасти Ликует И поет Трам-дра-та-та-дам Трам-дра-та-та-там Трам-дра-та-та-там Чувствуете энергия пошла Трам-дра-та-та-та-та-та Евгений Заделай на мои стихи Музон Они уже есть Трам-дра-да-та-дам Трам-дра-да-да-да-да Подключи красивую музычку Там грубо говоря Там Ударный-мударный И прочее-прочее-прочее Чтоб это было И вот такие вот Когда к тебе лезут Навязчивые мысли А как их вытолкнуть Из себя А вот этим ты вытолкни Ты вытолкни их положительными Не отрицательными Они клежут к тебе Они берут тебя Они тебя порабощают Они тебя уже заставляют Сделали приставкой К этим играм Компьютерным А зачем это тебе надо То есть ты теряешь Свою собственную индивидуальность Вытесняй это Вот этими вещами Хотя бы вот это то Что стихи Грубо говоря Я мира мироздания И глубина И ширина И воплощение знания Я корень слов Источник жизни Не миру Я формирую Бытие Своё Её Вселенной Всей Источники Любви Своей Которой Космос Заполняю Я так живу И процветаю И буду жить И процветать Любовь И счастье Воплощать Заполни этим Все миры Где буду я Где будешь ты Ведь я и ты Две меры Этой красоты Вы учтите Стихотворение И как только Какая-то мысль Полезло Это только Вот там стежком Читаю Вот так Раз И всё И куда они денутся Это мощнейшее Видите Чего я достиг Вот этими Всеми вещами Мне удалось Подключиться К таким Пластам Энергии Разума Силы Красоты И так далее Я красивый Я успешный У меня музыка Льётся Я великолепно Играю на гитаре И так далее И так далее То есть Каждый ещё там своё И вот эти всё Эти навязчивые мысли Лезут А они перестанут Лезть Потому что Вы позволяете им Вы не контролируете себя Он не лезет А вы только Хоп Вот эту мысль Более сильную Более позитивную Более возвышающую Более творческую Ха-ба И вы совсем другой человек Вот я даже говорю Я уже поднялся На более высокий Энергетический уровень Напишите Почувствовали вы это Или нет То есть Учитесь Учитесь Это всё Руководить собой Вот этими Всеми этими Конями А вы не то Что конями Этими Не руководите Чувствами Вы И позволили этому Вознице Которое должно Ум это Всё это держать Он заснул у вас И они как хотят Им так и рулят И так далее Я постоянно В телефоне играю Сплюли работу На сложной работе Не знаю Что вообще делать Сплюли работу На сложной работе Не знаю Что вообще делать Усталость Апатия Невроз Слабость Ну это следствие Вот в телефоне играть Они вас высосали Отсюда Усталость Апатия Естественно Ничего не хочется делать Невроз И так далее Плюс знаете Что ещё Вот тут Несколько Это самое Хочу это самое Сказать Апатия Возникает Тут несколько Как бы сказать По-иному Сейчас мы развернём Ситуацию Жизнь человека Представляет Такое явление Когда Вот Хочется воплотить Какие-то мечты Хочется ещё Что-то делать И так далее И так подобное Ну вот Когда я смотрел Про песниров За полчаса до весны Вот этот сериал То что там Было показано Вот сначала У Мулявина Там Творчество Там Песню так сделать Песню сам сделать Он там горел И так далее Как бы сказать Подъём А потом А потом Тупо Вот надо С этими песнями Проехаться Грубо говоря Сделать выручку Филармонии Туда поехать Сюда поехать И уже как бы сказать Не до этого самого Добавок ещё Говорит Вот это можно сделать Это нельзя сделать И у человека Обрубаются крылья И он А тем более Обычный человек Он о чём-то думал На чём-то там Мыслил А тут вот Одно и то же Работа Дом Работа Дом Там Всё-то Нету никаких Как бы сказать Интересных явлений Я вот такую вещь Ещё хочу вам сказать Я для себя Любимого Подумал А вот чем Ценится жизнь Вот Как мы можем Оценить свою жизнь Обычную И пришёл к выводу Что Жизнь Ценится Положительными Явлениями Положительными Переживаниями Которые мы Испытываем Течение жизни То есть То Всё Пятое Десятое Когда нам Что-то Удаётся Сделать Когда мы Грубо говоря Водушевлены Когда там Ну Что-то такое И наоборот Как только Нам что-то Начинает Не удаваться Наступает такая Обыденность Монотонность В жизни нашей Вот То-то у нас Не притекает Энергии Свежей То есть На каждую Свежую мысль На каждое Свежее дело На каждую Грубо говоря Там Песню Музыку Или ещё Что-то Нам даётся Энергия Для того Чтобы мы Это сделали И когда мы Это всё Делаем Мы Как бы сказать Находимся В таком Энергетическом Потоке Более высоком Который нам Запоминается Мы ощущаем Радость Творчество Вдохновение И так далее И вот это Мы запоминаем И наоборот Если вот этого Нет Грубо говоря Всё Стало Монотонным Каким-то То Тут и Начинается И Грубо говоря В семейной Жизни Что-то там Искать Такое Сякое Чтобы там Разнообразила Нам жизнь И ещё В чём-то И ещё В чём-то И ещё В чём-то И так далее И в конце Если даже Ничего Не получается Особенно У молодых Людей Они так Чувствуют Что вот Они могут Амбициозно Мы там Сделаем И так далее А им тем более По рукам Надавали То вот Возникает Вот это Явление Апатии Апатии Тогда вот Что-то Что-то Знаете Вот Хоть как бы Отвлечься От этого А тут Пожалуйста Тебе Так Хоп Яркая Компьютерная Игра Со всеми Спецэффектами И так далее Которые Которые Особенно Кормят Наших Вот этих Лошадей Чувства И ум Наоборот О Я поскочу За этим И пошло Поехало Пошло Поехало То есть Вот этот Механизм Надо осознать Как Вы распоряжаетесь Своим умом Как вы Распоряжаетесь Своим Мыслительным Аборатом И да Бывают Такие Случаи В жизни Ну Естественно У меня Их было Предостаточно Что там Перечислять Вот Когда Что-то Вам Грубо говоря Либо запрещают Либо еще Что-то Либо еще Либо еще Что-то Кто-то Что-то Вам навязывает Вот такую Жизнь Как Сейчас Но Навязывать Нам можно Все что угодно Но Внутри Вы Поддаетесь Этому Навязыванию Либо Вы все-таки Сами Себя Сохраняете И что-то Делаете Ну вот Как я Шатковалка Я записал Альбом Который я там Составил Я особо не умею Играть ни на одном Инструменте Я вот для себя Вот так вот Раз 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 Составил И понял Что это могу делать Ага Стихотворение Пожалуйста Я сочинил Вот такие Такие Вот у меня Целый там Сборник Стихотворений Видосики Да пожалуйста Вот им видосик У меня Целебная кулинария Которой Нету Нигде Нигде Нету Как Надо Надо Питаться Для того Чтобы было И вкусно Серджу Подсекай Вкусно И полезно А не просто Вкусно А потом ты Грубо говоря То что съел Ты назад Его выведешь Или нет И вообще Вообще Вот интересно Вот я Смотрю там За другими Там блогерами И так далее Очень важно Жить с выдумкой С интересом Нету Это Да придумайте Сами Я уже вам говорил Что я вот Играф Видите Сертификат Что я Граф Неизвестно Какой земли Но тем не менее У меня есть Своя печать Свой знак У меня есть Своё космическое имя У меня есть Свой девиз Знание Было Есть Будет Самым большим Богатством В мире Видите Какой Прекрасный Девиз Живите С выдумкой Тогда будет Совсем По другому Не обязательно Там какие-то Материальные Богатства По крайней мере Все что Вам Из материального Вы получите Если будете То есть Важно Не потерять Самого себя Вот в этой Все этой жизни Тогда будет Жить интересно Тогда будет Жизнь Такая здоровая Вы будете Наполнены Как-то Энергией Относиться Ко всем этим Ситуациям Не просто К тому Это плохое Это хорошее Это вот я люблю Это я не люблю А как к тому Что оно Вам хочет Показать Что Хочет Что вам Вернее Надо изменить В самом себе И все будет Меняться Все будет Получаться А так Усталость Апатия Неврез Слабость Это все Следствие Того Что Вы своим Сознанием Не владеете А вот эти все Посторонние Влияния Влазят В вас И они Вами Обладевают Так вот Задайте себе Вопрос Кто Внутри вас Хозяин Вы Или Чужие Вот это Вот надо Сделать Дальше Продолжим Алмаз 488 Два дня Назад Доброго времени Суток Осень 2020 года После Локдаунов И трех частей Загадочной Болезни Я упал В депрессию Но это Тоже Знаете Опять таки Вот возвращаясь Локдауны Болезни И так далее Своего рода Такие испытания А как вы их Пройдете Многие не прошли Они уже там Отошли Туда и сюда А другие С легкостью Прошли Через все Это дело И знаете Вот глядя На вот эту жизнь Локдаунскую Когда там Запрещали В кафе Приходить Я просто Отверг Вот эту вот Жизнь Отверг Этих Всех Этих Людей Без всякого Там особого Недовольства Но они На такой Стадии Своего развития Находятся Вообще Общество Находится В нашем Обществе Люди Находятся На очень Разных Уровнях Своего развития Есть Есть обычный Уровень Для Моженства Есть Грубо говоря Люди Падшие Которые Там Все равно И есть Более Так сказать Не хочу Сказать Высокий Есть просто Более Осознанный Уровень Когда человек Понимает Что такое Жизнь И что Он должен Сделать Достичь В этой Жизни Для себя Любимого Это очень Важно Понимать И я просто От этого Всего Отгородился И до сих Пор Я вот Хожу Здесь Дома Дома Хожу Нахаживаю Свои Два Километра И Все эти Локдауны И так Дауны Воспринимаю Как огромную Глупость Которую Навязали Населению Всего Земного Шара А оно Ни хрена Ничего Не просекло Ну тогда Дальше Мы Вам навяжем Совсем Иное Ну это так Так С Венину Значит Я упал в депрессию А я не упал в депрессию Хотелось просто ничего не делать Потому что Человек не видит Как он может сам себя там реализовать Как он может себя Будем говорить В этой обстановке Не то что вести себя Как он вот Может себя чувствовать Вот Где найти эту опору Пора как правило Внутрях Находится Понимаешь Внутрях у нас Если там есть стержень Там будет опора Если этого стержня нету То значит Вот это вот Просто ничего не делать И так далее И так подобное В угоду кому Вы это вот Все это Ничего не делать Вот кому Это все Какое-то отчаяние Душевная печаль Охватили меня А вот знаете Вот чем не больше Вызвал такой Вот Вся эта громада Вот эта вот вся громада Под названием там ВОЗ ШМОЗ И прочее Прочее Официальная Значит Это самая Медицина Это Весь вот эта вот Антарктида Против меня Потому что я совсем О другом говорю И даже Вот это вот Общество дурацкое Которое вот Сейчас все там Правит День И все это там Такое Тара-та-та-та-та-та Хапа и шмапа И так далее Я живу совсем по-иному Я совсем по-иному Живу Я живу так Как говорится Вот Не то что Как я хочу А вот Внутри Я не стараюсь Никому там У кого-то Что-то отобрать За счет чего У кого-то Это самое Хапнуть И жить Как это Как паразит Я хочу вот так Вот жить сам В взаимодействии Вот с этим Пространством С вот этими С силами Которые мне дают С вот этими Вот грубо говоря Творческими энергиями И прочее Прочее То есть Жить Просто-напросто А не то что Душевная печаль И так далее Но хотят они жить И пусть они там живут И подвигаются Отчаянию Душевной печали И так далее И тому подобное Я ходил на работу В летних сандалиях Никак не мог Себя заставить Сменить обувь Так проходил Сентябрь-октябрь Начало ноября У меня началось Частое мочеспускание Особенно То есть Простудился Особенно ночью Простыл И что вы Сделали Вот будем говорить Как бы сказать Вот этим вот Отчаявшись Погрузившись В душевную печаль И так далее Что вы себе сделали Да вы только Нанесли себе вред Вы задумываете Вот о том От что Что вы делаете Вообще-то В угоду кому Вы делаете Ощущение Тотальное расслабление Спохватились Депрессии Какое-то окружение Нет Ничего нет И вы выставите Любые локдауны И прочее 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 И не будете Куда-то отвлекаться На то На все На пятое Десятое А будете Просто-напросто Жить И осознавать Вот он Процесс жизни Это самое лучшее Что может быть Не вещи Которые Как бы сказать Посторонний продукт Этого процесса Ну и еще Что-то Такое А сама Жизнь Это великолепное Явление Которое Радостное По своей сути Которое Приносит Вам Любовь От Творца И от вас К Творцу Ну и прочие Прочие вещи Ну как-то вот так Так вот Немножечко Поговорим О Благотворительности Все люди Во все Времена Поддерживали Добрые Хорошие Начинания И если Вы Чувствуете Что моя Работа Приносит Пользу Проявите Свою Благотворительность На развитие Вот этого Дела Которое Помогает Потому что О здоровом Образе жизни Настоящем Таком Каким Он Должен Быть Без разного Рода Пилюлики Прочих Прочих Никто Не говорит Только Здесь На канале Об этом Полноценно Во всем Объеме И Углубленно Рассказывается Проявляйте Свою Благотворительность Щедрость Какую Вы можете Сделать С уважением И пожеланием Доброго Здоровья Редактор субтитров